Geyser F725, уникальный инновационный видеорегистратор на канале Технозон, поехали! Привет, это Технозон, сегодня у нас на обзоре Geyser F725 и это видеорегистратор. Очень близкая тема для мужчин, у которых есть автомобили. Женщины в этом абсолютно ничего не понимают, но сегодня у нас нечто больше, чем просто видеорегистратор. Это видеорегистратор от компании Geyser с очень интересными функциями. Какие же это функции, давайте разбираться. Для начала мы его откроем и потом уже будем смотреть, что у нас есть заявлено производителем. Ну, гарантийный талон мы отложим, здесь у нас есть даже инструкция на русском языке, здесь все отлично, компания Geyser постаралась. Упаковочка, упаковочка, кстати, прикольная. Здесь формованный поролон, такой, знаете, достаточно симпатичный. В более близком варианте показывать нечего. Есть шнур на 3 метра, есть сам по себе Geyser, этот самый видеорегистратор. И что же в нем такого уникального? Уникальное в нем есть следующее. Если обратить внимание на крышечку, то сразу написано Geyser ACG OBD, но это опционально. Есть специальный переходник, который подключается к OBD2 вашего автомобиля. И позволяет запитать его от OBD, плюс позволяет еще и заниматься диагностикой этого автомобиля через ваш вот этот вот Dashcam, да, как он называется, видеорегистратор. Также есть у нас крепление на пленке 3M. Конечно, это не такое удачное крепление, как на Maya 70, на решениях от Xiaomi, там термопленка, которая клеится, не отдирается, просто-напросто без какого-либо труда. Здесь это все именно клеится на пленку 3M для того, чтобы была жесткая фиксация. Но это не самое лучшее решение, которое я видел. Кстати, почему я в куртке? Да потому что сегодня мы с вами будем снимать в машине, а уже зима на улице. И будем пробовать этот самый Dashcam на практике. Попробуем качество записи. Пробуем поддержку в 128 гигабайт карт памяти. Кстати, сразу же установлю. Вот заявили, что поддерживает 128 гигов. Это неплохо. Попробуем подключить его по Wi-Fi. К сожалению, нам производитель не предоставил этот Geyser ACG OBD, поэтому абсолютно все функции мы его не покажем. К сожалению, действительно. И есть вот такой вот блок питания, который идет в 12 вольт, штатный 12 вольт вашего автомобиля. Кстати, исполнен он прикольно. Здесь нижний контакт, он цилиндрической формы, с острым концевиком. И плюс есть одно преимущество перед другими. Это, кстати, я вижу такое исполнение не часто. Это два USB выхода. То есть, когда вы подключаете у меня, например, на том же Xiaomi Mi 70 Dashcam, там один выход. И поэтому вы занимаете полностью ваш 12 вольт прикуривателя автомобиля. А здесь у вас есть возможность получить дополнительный USB, например, для зарядки вашего смартфона, либо для использования его для других целей. Кстати, одна из целей, это, например, у меня есть мысль перенести мой Xiaomi назад, как заднюю камеру. А этот поставить как переднюю. И будет у меня две камеры в автомобиле. А что еще интересного в этом самом Dashcam? Это все у нас описано прямо на коробочке. Давайте разбираться. Во-первых, здесь разрешение Full HD. Здесь у нас стоит шестислойная просветленная линза с апертурой 1.8. Она, как я уже говорил, обеспечивает качество записи 1080p 25 кадров в секунду. И действительно, насколько это качество записи хорошо или нет, мы с вами оценим уже в автомобиле. 140 градусов углы обзора. Проверим обязательно. 2,5 ГГц Wi-Fi. Есть система ADAS. Знаете, что это такое? Это классная система защиты от столкновения. Вернее, сигнализация от столкновения. Это когда вы едете, например, на что-то отвлеклись, и камера ваша анализирует приближение до ближайшего автомобиля. И сигнализирует, если происходит, допустим, неконтролируемое приближение. Это позволяет вам увеличить безопасность на дороге. В частности, камера будет следить, чтобы вы не столкнулись впереди идущим автомобилем. Это вот такая вот опция. Кстати, тоже большое преимущество перед тем же Xiaomi. Также у нас есть в этой камере G-сенсор. Это позволяет ее использовать на парковке как охранную видеосистему. В том случае, если с вашим автомобилем что-то случается на парковке, то камера включится и запишет. Как часто некоторые из нас сталкиваются с тем, что оставили на парковке автомобиль, ушли в магазин, например, вышли, а у вас царапина на бампере. Так вот, именно этот видеорегистратор сможет вам идентифицировать того, кто сделал каку для вашего авто. Скажем так, очень мягко. Очень удобно, что есть 360 градусов поворот камеры. То есть, вы в любой момент, знаете, это подходит для тех, кто любит снимать копов. Когда останавливают копы и человек раз, развернул это все и снимает сразу полицейского. Это тоже такая штукенция занятная достаточно. Такие в том же Xiaomi этого нельзя сделать. Но и одна из самых занятных функций, которые мне нравятся в этом самом Geyser, это Head-Up Display. Знаете, что это такое? Это технология, которая вообще используется в вертолетах, когда отображается изображение прямо на, скажем, на лобовое стекло вашего вертолета, в частности автомобиля. Но это возможно только лишь при использовании фирменного приложения от Geyser. Вы просто-напросто ставите ваш смартфон вот таким вот образом. Сейчас покажу. То есть, вы ставите таким образом на торпедо ваш смартфон. И он будет проецироваться. То есть, подобраны цвета отображения информации таким образом, что это будет проецироваться на... Отражаться хорошо на лобовом стекле вашего авто. И это будет, знаете, такая очень крутая вещь. Это технология используется в некоторых дорогих марках автомобилей. Я такое видел в некоторых сериях BMW и видел в вертолетах. В вертолетах я это видел своими глазами. Но эту функцию, конечно же, удобно использовать, если у вас есть этот самый OBD, ACG OBD модуль. Во-первых, этот ACG OBD модуль идет с Wi-Fi антенной. Он позволяет вам сохранять и маршруты движения, и диагностику вашего автомобиля. Очень жалко, что его нет сегодня. Ну да ладно. В принципе, рассказал я вам достаточно об этом видеорегистраторе. Ссылки лежат в описании под видео. Мы с вами сейчас будем переходить, пробовать, как он работает, как он пишет. Все оригинальные видеозаписи с этого Dashcam будут лежать там же в описании под видео. Вернее, ссылки на эти записи. Ну и также вам советую нажать подписаться. Человек хочет, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры. Самых прикольных и различных гаджетов, девайсов, программ, настроек, модификаций. Ну а также розыгрыши ценных призов и подарков. На момент съемки этого видео это вот такой вот Nvidia Shield TV 2019 года. Обалденный Smart TV Box. И обзор есть его тоже на канале. Ну а также в описании под видео есть ссылки на наш второй канал и на наши паблики в разных соцсетях. Ну а сейчас я Bubble и Geyser F725. Говорим вам хава-банга, ребята. Это же Бубльгум. Перемещаемся в машину. Поехали. Ну что, мы в автомобиле. Будем подключать наш Geyser F725. У меня стоит вот такой вот от Xiaomi 70mai. Очень крутой видеорегистратор с искусственным интеллектом. И он мне очень нравится, но по заявленным вот этим вот опциям от DAS, как я его назвал, ADAS и 140 градусов. Вскрываем и поехали. Берем сам по себе Dashcam. Нам важно с вами подключить сюда и то приложение фирменное от Geyser, которое они позиционируют. Представляете, это все очень элементарно. Есть у нас 360 градусов. Вот крепление, конечно, на эту самую пленку, вот на 3M-овскую, мне не нравится. Оно, откровенно говоря, немного не то, что я хотел. Придется крепить куда-то сюда, для того, чтобы я сравнил еще и 70mai обязательно. Ну и во-вторых, все-таки питание я буду использовать от 70mai. Я не буду протягивать вот этот вот кабель. У меня уже протянут кабель. Но очень большое преимущество у этого Dashcam это два USB, в отличие от 70mai, допустим, который у меня был от Xiaomi. Там был один USB и это было ужасно. Мы его откладываем, он нам пока не нужен. Мы будем использовать именно этот. Чтобы вы понимали, это коротыш. Поэтому в старого формата прикуривателях это не пойдет. Мы сразу же включим его в штатный прикуриватель. Все, пускай он там и будет. Теперь, момент приклейки. Мы вставили с вами 128 гигабайт карточку. Вставляем. Теперь момент приклейки. Я это зафиксирую сюда. Конечно, это плохо. Наверное, 70mai надо снять. Потому что он нам будет мешать. Все-таки я хочу переходить на другой видеорегистратор. И мы это сделаем. Все, 70mai отодрали. Это, конечно, лучшее решение, чем 3m-овская пленка. Это термопленка. Ее достаточно прочистить. И я ее приклею, наверное, назад куда-нибудь. Но классная штука. Отдираем 3m. Знаете, есть один лайфхак. Если вы потянете за тот хляст, который сделали они, то вы отдерете это вместе с самой 3m-овской пленкой. Поэтому лучше это делать вот сбоку. Да, вот видите, он цепляет именно саму 3m-овскую пленку. Он отдерется вместе с ней. Сразу подключу питание, чтобы приклеить уже и забыть. И уже потом перейти к программному обеспечению. О, отлично. Слушайте, класс. Все, он приклеился. Фиксация достаточно нормальная. Я думал, хуже будет. Слушайте, класс. Давайте попробуем завести с вами автомобиль и посмотреть, включится ли он на питание автомобиля. Да, загорелись индикаторы. У нас есть питание. Он квакнул. Вот два раза чего-то квакнул. Сейчас будем открывать инструкцию, будем разбираться. Что же он нам такое рассказал? Для начала, я думаю, нам необходимо установить программное обеспечение этого самого Geyser F725. Итак, у нас загорелся зеленый индикатор, и он не моргает. Он должен был начать запись. Он сейчас просто-напросто горит. Это значит, что он не пишет. Не пишет он по разным причинам. Возможно, нужно отформатировать карту памяти. И для начала нам нужно с вами установить программное обеспечение. Для этого мы берем с вами нашу инструкцию. Благо, инструкция, кстати, обалденная. Редко вижу такие. Вот если бы у нас в свое время на вот этот вот 70 мая обзор, на который тоже есть на канале, была такая инструкция, то проблем было бы намного меньше. Установка подключения. Сразу говорю, чтобы вы сильно не ругались, я, конечно же, не обводил скотчем, не обезжиривал стекло. Это чтобы сейчас хейтеры не набежали, не начали рассказывать, как ты клеишь, как ты что делаешь. Нет, ребят, это всего лишь тестовый видеорегистратор. Я его потом отдеру и, само собой, я его не буду использовать. Я его поставлю уже не в автомобиль. У меня другие мысли насчет видеорегистраторов. Итак, то, что здесь написано, подключите, это мы уже сделали. Индикаторы работы. Зеленый, мигающий один раз в секунду, производится запись видео с камеры. Зеленый постоянно светится, запись не производится, отсутствует SD-карта памяти. Ну, это уже понятно. Красный постоянно светится, запись не производится, SD-карта повреждена или отсутствует. То же самое, в принципе. Индикатор Wi-Fi. Синий постоянно светится, подключено к приложению. Для подключения вашего смартфона к регистратору загрузите приложение Geyser Dash Cam. Давайте сейчас найдем мы с вами Geyser Dash Cam. Вы будете видеть одновременно экран со смартфона. Поехали. Geyser Dash Cam. Geyser Dash Cam. Есть у нас такое. Устанавливаем. После этого мы с вами должны зайти в настройки Wi-Fi и подключиться к Geyser сети. Стандартный пароль, как они пишут 12345678. Очень сложный пароль. И советую его сразу же поменять, потому что любой сможет подключиться к вашему Geyser, и это будет очень плохо. Подключаем Wi-Fi. Он подключился. И открываем приложение Geyser Dash Cam. Разрешаем, само собой. Да, в этой сети нет подключения к интернету. Подключиться. Ждем. Ну что ж, мы подключились. У нас заработал сразу вот регистратор. Мы видим у нас впереди стоящий автомобиль, четко читаемый номер. Я это вижу даже вот сейчас на своем экранчике. В принципе, как и вы. Можете нажать на скриншоте, но дело в том, что у нас с вами не горит зеленая, вернее, не моргает зеленая кнопка, вернее, зеленый индикатор. Это значит, не происходит запись. Для этого нам нужно разобраться с хранилищем. Давайте его отформатируем. Это 128-гигабайтная карта. Будет он его форматировать или не будет? Да, продолжить. Форматирование. И что? Вот, карту памяти показала. Пошла запись. Вот она. Вот, показывает у нас моргающий зеленый. Это значит, что он начал записывать. Уже хорошо. Отлично. Мы с вами имеем уже работающую камеру. В принципе, это хорошо. Дальше. Давайте разбираться, что же нам здесь пишут дальше. Производители. Гейзер. Блин, видите, но Гейзер Нетворк пытается зайти. Но дело в том, что у нас не подключен ODB этот. И мы ничего не можем. Плюс у нас доступа к интернету нет. Так, теперь у нас превью загрузка медиа. Само собой. Итак, в режиме регистратор. Только уже прочитал полезную опцию. Охренительную. Вы можете вот так вот, видите, все углы обзора посмотреть. Слушайте, а угол-то действительно 140 градусов. Это очень большой угол обзора. И он достаточно широк. То есть, мы здесь видим сразу все. Вы можете развернуть это с помощью ползунка на всю, скажем так, на весь экран. И видеть весь угол обзора. Это удобно. Это удобно. Хорошо. Режим HUD. Нажмем. Это отображение у нас, скажем так, вот этот вот Head-Up Display. Но он не работает, потому что у нас не подключен ODB. Мы не можем получить состояние автомобиля через ODB 2 интерфейс. Это очень плохо. Очень хотелось показать. Но, блин, ну неужели вы, производители, не могли положить мне эту приблуду, чтобы показать все возможности этого регистратора? Очень жаль. Теперь. Раздел медиа. Здесь у нас хранится все. Тревожные, популярные фото. И если мы войдем в регистратор, то здесь тоже хранится все. У нас пока что ничего не сохранено. Что-то там пишет. Мы не знаем, что оно пишет. Идем с вами в настройки. Давайте посмотрим в настройках, что у нас есть. Во-первых, пароль Wi-Fi. Сразу советую менять. Я поменяю потом. Чуть позже, для того, чтобы мы сейчас не прерывали. Режим парковки. Это режим, при котором у нас работает G-сенсор. Это значит, что когда у вас на парковке камера отключена, и при столкновении с вашим автомобилем она включится и будет записывать какие-то видео в момент срабатывания этого самого G-сенсора. Вы можете выставить чувствительность G-сенсора. И если у вас есть еще подключение к OBD-2 интерфейсу, вы можете включить еще и таймлэпс. Но у нас подключения такого нет. Режим выключения. Умный контроль OBD, если есть. У вас по умолчанию регистратор будет считывать данные с OBD разъема, к которым они не подключены, или по детектированию вибраций. В данном случае поставим по детектированию вибраций. Это значит, что если ваш автомобиль самостоятельно управляет включением и отключением питания аксессуаров, или OBD не совместим с этим включить этот режим. В этом режиме регистратор будет отключаться и сам включаться при отсутствии вибраций на протяжении трех минут. Но пока что мы не сталкиваем. Он у нас включается и выключается от питания. Список неподдерживаемых автомобилей. Прикиньте, есть еще и неподдерживаемые автомобили. И в основном это, знаете, чего у нас? Это для подключения OBD. Volkswagen с 2005 года по 2012. Volvo все. Потом Volkswagen MT. Какие-то Suzuki. Toyota. Volkswagen. Короче, тут целый перечень. Я вот специально его пролистаю. Вы увидите. Audi. BID китайский. BMW. Всего лишь там пару моделей. Buick. Cherry. Cherry. Citroёn. Citroёn. Fiat. Ford. Hyundai. Jeep. Определенные модели. Определенные модели не поддерживаются OBD2. При этом больше всех, кстати, Volkswagen. Не знаю почему так. И немножечко этих Audi. Поехали дальше. Что у нас есть еще? Режим выключения мы с вами определились. Разрешение видео. А вот здесь вот сюрприз. Дело в том, что написано, что 1080p 30fps. В самом описании у меня было 25fps. 30fps. Это, кстати, хорошая плюшка. Хороший бонус. У нас есть с вами циклическая запись 1 минута. Рекомендована. И поворот изображения. Можно его сделать горизонтальным, вертикальным. И горизонтальным, и вертикальным в том числе. Все оставляем по умолчанию. Качество миниатюр. Я ставлю High Resolution 1080p. Пускай сохраняет сразу же во всем. Можно выставить экспозицию вручную. Это уже сугубо ваши настройки. В зависимости от ваших предпочтений. Баланс белого. Обычно ставлю на автомат. И водяной знак. Время и скорость. Но дело в том, что у нас OBD с GPS не подключено. Поэтому мы не сможем с вами поставить здесь скорость. Отследить. Поэтому ставим только время. Зеркальное отражение задней камеры. У нас ее нет. К сожалению, скорость на странице превью. Автозагрузка видео. А вот это вот самое интересное. Автозагрузка видео можно выключить, включить. И значения у нас стоят для США. А вот это вот плохо. Потому что нам нужна метрическая система. Обязательно нужно ставить метрическую систему. Для того, чтобы отображала в километрах. Скорость километра в час. Емкость в литрах. И температуру в Цельсиях. Иначе будет у вас Фаренгейты, галлоны и мили. Это ужасно. Настройка ADAS. Это классная штука. Оповещение о столкновении впереди. Уведомлять при скорости выше. Мы поставим 30 км в час. Чувствительность поставим высокую. Попробуем, кстати, в городе симулировать это все дело. Предупреждение о выезде из полосы движения. Тоже, кстати, крутая штука. Это он будет отслеживать. Если вы вдруг провтыкали. Куда-то вас повело влево-вправо. Оу, стоять! Ты чего? Что-то он оповещает. И давайте нажмем демонстрация. Демонстрация только при подключении Wi-Fi будет. Мы отключим потом и посмотрим. Для вашей... На время подключения смартфона. На время подключения смартфона отключены функции. Ну да ладно. Напряжение выключения. Зимнее напряжение выключения. Ну, здесь тоже нам необходимо подключение OBD2. Для того, чтобы у нас это... Когда падает заряд аккумулятора, чтобы он отключался автоматически от OBD2. Жалко, что нет. Ладно. Зимнее напряжение выключения. Здесь тоже вы можете ставить значение от 12 до 12 и 3 вольт. Язык устройства вы можете выбирать сами. Громкость уведомлений высокая у меня стоит. Звук включения. Защитить видео по G-сенсору. Режим отладки. Это, кстати, знаете что? Это он просто-напросто будет писать в другую папку вот этих вот оповещений. По-моему. Сейчас не могу сказать, потому что нужно попробовать. Есть режим отладки. Хранилище. Перезапуск. В принципе, настройки все абсолютно стандартные. Очень удобно. Если мы сейчас зайдем в регистратор, давайте остановим запись и посмотрим. Самое интересное, что здесь можно нажать запись. Записывать вручную. Можно остановить эту запись. Можно еще и посмотреть видео, которые у нас записаны уже. Это удобно. И он еще и пишет звук. Вот это да. Вот это сюрприз, кстати, в Xiaomi. Звук не пишет. Это стоит, это стоит, кстати, учитывать. Когда вы что-то говорите в машине. Это важно. Что он пишет звук. Потому что я с вот таким вот 70 мая расслабился. Откровенно говоря. Поэтому тут важно, о чем вы разговариваете. Слушайте, ну что. Пора нам ехать с вами кататься. Можно сделать скриншот. Именно фотографии. Можно записывать. Мы включили на запись. Ну что. Разгоняемся выше 30 км в час. Сейчас будем пробовать эту систему. Он должен продавать нам звуковой сигнал о предупреждающем столкновении. То, что у меня сейчас великое ТТ просто-напросто не пристегнулся. Оператор не может пристегнуться. Поэтому, к сожалению, такая вот лажа. Сейчас он перестанет пищать. Но мы все равно услышим с вами сигнал. Который сигнализирует о том, что в принципе должно быть столкновение. Или не должно быть. Выше 40 км в час мы сейчас едем. Вот мы в принципе должны. Вот. Мы приближаться начали к автомобилю. Когда была дистанция достаточно большая. Вот мы сейчас отъедем. Сейчас мы протрем окошко. У нас такая погода сегодня. И когда мы начинаем. Вот. Сейчас он отъедет. И мы начинаем неконтролированно приближаться. Давайте пробовать приближаться. Он сразу же нам должен выдать звуковой сигнал. Пробуем. Нет. Дистанция должна быть больше. Сейчас. Вот мы с вами едем. В принципе погода сейчас плагает. Насколько он сработает. Не знаю. Вот он сработал. О, возможности столкновения. Это круто. То есть был звуковой сигнал. Даже при том, что видимость достаточно ограничена. Очень крутая тема. Слушайте. Ну, действительно. Регистратор неплох. Регистратор неплох. В плане своих функций. Это действительно. За такие деньги. Брать, например, тот же Xiaomi. Или тот же... Вот. Он срабатывает. Это знаете. Вот мы приблизились к автомобилю. Он предупреждает о возможности столкновения. Это удобно будет на трассе. Допустим, у меня есть круиз-контроль в машине. Я включил круиз-контроль. Еду. У меня работает от SAP. Я, допустим, отвлекся. Ну, потому что многие, кто ездят на круиз-контроле, они расслабляются зачастую. И эта система очень мне поможет. Знаете, такой активный трек. Трекинг впереди идущего автомобиля. Но не следует на него сильно полагаться. К сожалению, вот эту вот систему схода с полосы нам тяжело здесь симулировать в городе. По крайней мере, в районе нашей студии. Но качество видео мы с вами сможем оценить. То, что это работает, это факт. Нам необходимо с вами понимать, что на эту систему полагаться на 100% нельзя. Это всего лишь вспомогательный момент. Не более, не менее. Если еще и качество не подкачает записи, то это будет просто-напросто отлично. Для меня вообще качество видео в видеорегистраторе, как я оцениваю, это чтобы было видно хорошо номера автомобилей и угол обзора. Ну и в частности детализация. Конечно, здесь апертура 1.8 и будет хорошая видимость. Вот. Слушайте, это был сход с полосы, по-моему. Или возможность столкновения. Я уже путаюсь, но функция классная. Надо повышать порог в городе. Надо повышать порог чувствительности. Что ж, переходим в студию. Делаем наше резюме. Ссылки на качество видео, вернее, на оригинальные исходники видео будут в описании под видео. Поехали. Воу, ну что, покатались, посмотрели. Качество видео оцениваем по ссылке в описании под этим видео. Но я вам скажу честно. Очень жаль, что у меня нет приблуды вот этой вот ACG ODB. Для того, чтобы подключить его к штатной системе автомобиля. Уж очень хочется посмотреть, как он осуществляет диагностику. Как он строит GPS маршруты. Как он их записывает. И вот этот вот head-up дисплей с оборотами двигателя мне действительно не хватает. Поэтому, ребят, мнение канала Технозон, что данный видеорегистратор это отличное решение в 2019-2020 году. Но я вам советую его покупать сразу же с этим самым Geyser ACG OBD девайсом. Для того, чтобы а, запитать его от него. И б, использовать дополнительные функции, которые он дает. Ну а в целом, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Geyser F725 на канале Технозон. Пока, ребят.